Всем привет! Сегодня 28 октября 2011. Я нахожусь в Пиньке, Латвия, Бабицкая Волость, на обследовании поселочка. Поселочек, который нам предлагают на реконструкцию. Чем интересен поселочек? Тем, что мы стояли у истоков, когда с фундамента его строили. Потом начался кризис, все плохо закончилось. Ну, тем не менее, мы начинаем опять. Так, вот этот домик, как он должен выглядеть. Тот финиш, который хочет заказчик, чтобы домик стоил 110 тысяч евро. И выглядел он вот таким образом. То есть, смотрим эту прелесть. Это одна сторона. Это дом-двойняшка, в котором живут две семьи, левая и правая. Эстонский проект, насколько я понимаю, проект Куара или Икейтус-компании. Это было года четыре назад. Но, тем не менее, таким образом выглядит он с этой стороны. Все стандартно, да. Для пятилетней давности такие проекты действительно использовались, не считая их плохими. Все было по уму. Сейчас мы видим террасу, которая пристраивается. Обычная терраса. Значит, уровень отделки это сакрид шуба. Блок у нас аэро 400-ый. Внутренняя это штукатурочка с маляркой под покраску. Система отопления это котлы Грандекс. Место для котельной находится вот здесь. То есть, видим, что сюда заведена вода. И, по-моему, все. Так, положу телефончик. Заходим в дом. Дверей и входных нет. Насколько я понимаю, это самый худший вариант, в каком состоянии он находится. Видим монолитные плиты. Железобетонные. Здесь пойдет регипсовый потолок. Для него предусмотрено место, потому что идут все коммуникации электрические. А в одной щит выглядит таким образом. Щиток явно мало. Вот в дом. Пластиковые окна стоят. Стоят, стоят, стоят. Песочек. Лестницы нету. Поднимаемся наверх. Это одна часть двойняшечки дома. И смотрим, как он выглядит здесь. Бетонный пол. Пароизоляционная пленка. И какая-то хитрая конструкция крыши. Посмотрим ее повнимательнее. Явно какой-то костяк. Но для эконом-класса, может быть, это и ненормально. Да. Жестковатые стропилы стоят. И все обшито влагостойким регипсом. Как все здорово, а? Халтура чистой пробы. То есть, смотрите, здесь нет никакого утепления. Натянули темную пленочку. Чтобы подумали, что здесь все в порядке. На самом деле все гораздо хуже. Смотрим наверх. Непонятное мощное пространство от существующего потолка. Ну, порядка, я не знаю, полтора метра. Зачем прятать такое пространство? Непонятно. Может быть, кто-то переиграл и делал эконом-вариант. Выглядит таким образом. Значит, какие страхи. Сейчас дом неотапливаемый. Вот это все, может быть, имело смысл. Дом отапливаемый. Я не знаю, что это и что за этим регипсом. Судя по всему, там нет вообще ничего. Да, там просто пустота. Видим дырочку. Не торчит там никакая вата. Это просто обшито влагостойким регипсом. И получается, что здесь закончен, должен быть, потолок готовый, чтобы не было конденсата. Значит, требуем заказчика. Все эти стены штукатурятся. МП-75. Малярно-машинным способом под покраску. И перегородочки. Вот так вот все это выглядит. Обязательно лестница какая-то. Так, и проекты дома. Вот такая попенция у нас. Так, для начала все это интересно. Очень интересно выглядит ветрозащита. Понятно, что это такое. То есть, если здесь делать подороже, ну, байги дорого это будет. А на такую стропилу что-либо вешать, видите, там уже ветровой короб заканчивается. Не отделанный ветровой короб. Такая защита. Ну, понятно, что дом готовили к временной консервации. И все в таком состоянии, видимое, осталось. Обследование дома номер один.